Во-первых, надо, чтобы она звучала. Если она будет дома звучать, ребенок рано или поздно поймет ее. Ну а если будет звучать что-то другое, он поймет другое. То есть все зависит от родителей, что дома звучит. Не надо, может быть, на ранних этапах, может быть, нет смысла водить ребенка 5-6-7-летнего на джазовые концерты. В этом смысла нет. Мы очень много говорим джаз, 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 джаз. Вот мы не о джазе сейчас говорим с вами. Мы сейчас говорим о каких-то административных условиях, финансовых возможностях, симпатиях, привязанности. То есть это разговор не о джазе. Это разговор о том, как сделать так, чтобы джаз звучал. Вот я, честно, по большому счету не знаю, как сделать так, чтобы он звучал достаточно часто. То есть я там в меру своих возможностей пытаюсь делать раз в месяц, раз в полтора-два месяца какой-то концерт сейчас. Вот получится с фестивалями, восстановим фестиваль. Но чтобы он звучал чаще, надо, чтобы люди его больше слушали. То есть такой заколдованный круг. Мы получаем то, чего мы достойны. Поэтому я никогда не обижаюсь на то, что вот у нас нету радищиков, которые крутят джаз по радио. У каждого свои привязанности, у каждого симпатии. Я ни в коем случае никому не буду навязывать свои вкусы музыкальные. Да, вот я буду стараться это делать и собирать эту аудиторию, собирать этих людей, которым это нравится. И пытаться делать это достаточно разнообразно. То есть пытаться делать один концерт инструментального джаза, может быть, в следующий раз вокальный, третий раз достаточно сложный импровизационный джаз, четвертый раз детки, чтобы поиграли. То есть надо пытаться делать разнообразные эти мероприятия. И тогда, в общем-то, разная аудитория будет приходить на эти концерты.